Надо, чтобы кто-то следил за моей безголуберностью. Анна Хаммельна нет, поэтому на ее вопросы я отвечать могу, пока не отвечает. Хорошо, давай сначала, Анна, пожалуйста. Откуда это взялось? Мнение про то, что если не принести вовремя, то человек опоздал. Учили ему дверцы. Из-за посука Китедор Недер. И там вот Штензанц приводит продолжение его. Да, да, очень хорошо, что ты говоришь. Давай воспроизведем его целиком. Если ты пообещал что-то Богу твоему, то не опаздывай с исполнением. Потому что требовал от нас Бог, от народа своего. Нет, меймха. Потому что потребует его Бог. Ну, взыщет его Бог от тебя. Меймха. И будет на тебе грех. Ну, вот Штензанц объясняет, что человек принимает на себя обязательства. Сейчас мы идем просто формально по всем этим названиям. Недер и надава действительно очень похожи. Недер — это обет. Надава — это добровольное даяние, как бы, да? Как митнадев. Значит, недер — это обязательство, насколько я помню, отдать. Сейчас я опять уже забыл. Ну, а нет, вот не забыл, потому что в Раше написано. Реалай — это резонт. То есть, недер — это обещание принести определенную жертву, а надава — это обещание принести определенное животное. Угу. Ну, при этом это может быть и обязательная жертва? Все равно она будет называться надава? Не-не-не-не, обязательно это обязательно. Причем? Просто вроде значение корня, что это что-то добровольное. Добровольное именно, что если ты обязан принести жертву, это уже другая процедура, они там тоже будут. А, и это тогда не недер тоже? Все, что обязательно, не недер тоже есть. Если ты нарушил случайно субботу, да, то ты должен принести жертву хаттар. Но это никакой не недер, это как бы просто ты нарушил субботу, по факту нарушения ты должен ее принести. Окей. Ну, ненамеренно, естественно, если нарушили. Если намерен, то там другие законы. Здесь сказано только про недер. Откуда известно, что то же самое применимых надава? Да, окей. Неймар кан недер. Венеемар леалан им недер о недава. Здесь сказано только недер. А дальше сказано недер или надава. Ну, это не дальше. Леалан – это в другом месте. На самом деле, не дальше. Это в экран. На самом деле, раньше. Да. Малеалан – надава имо. Афган – надава имо. Что в том месте? Надава как бы причисляется к категории недера. Вместе с недером идет. А, если там причисляется, значит, и здесь причисляется. Ну, да, да. В экран идет одним словом, одним предложением буквально. Недер и надава. Это логично, потому что они очень похожи. Значит, значит, тут он просто написал недер, но идет в другом недер и надава. А что значит, что написано Богу твоему? Это значит кровь? Нет, нет, амин – это деньги в данном случае. Это всякие виды пожертвований в храмовое хозяйство. Если предыдущие были обязательства пожертвовать нечто в жертву, как бы, ну, на жертвеннике, то это имеется в виду обязательства пожертвовать что-то в храмовое хозяйство. Это четыре разных вида. Адамим – это твоя собственная ценность. Арахим – это ценность кого-то другого. Храмим – это безвозвратный, как бы, некий пожертвование с невозможностью выкупа. Это что-то обычное пожертвование? Какое? Обычное, просто, ну, там, я, наверное, скамейку или, там, я не знаю, корову. А что значит, арахим – чьи-то чужие, можно пожертвовать не свое? А, нет, нет, пожертвовать что-то свое. Ты понимаешь, вот я, ну, как будто бы говоришь, вот я обещаю принести ААНИН стоимость жертвы. Ну, моя стоимость, понятно, другая, чем твоя. Они рекоментированы по полу и возрасту, да? Мужская от женской отличаются. Окей. Я даже догадываюсь, я выше. Что? Я даже догадываюсь, я выше. Ну, короче, ну да. Скорее всего, ты права. Ну, что-то, если я обещаю с вами принести храм. Шурик, я сейчас не слышу тебя, у меня пропал звук. Это у Шурика пропал звук, потому что я тоже его не слышу. Ага. Зависло. Завис, да. Вот это и Зависло. Ага. Окей, читаем дальше? Ну, да. Нота Херле Шальмо. У, В, Ло, Хилю, Фав. Не опаздывай с исполнением, значит, что нужно принести то, что обещал, и не замену. Непонятно, как это значит, что нужно принести это и не замену. Алло, Шурик. Шурик. Алло. Алло. А кто-нибудь меня слышит? Да. Я слышу. Но мы не слышим Шурика, да? Да, я тебя слушаю. У него что с интернетом, видимо? Не с микрофона. Подождем Шурика. Наталья, вы, наверное, можете запись пока прекратить, потому что у вас администратор... Попробую, ага. А, нет, все. Все, пожалуйста. Да, извините, это я... Так, теперь я вообще никого не слышу. Кого ты хочешь слышать? Нет, тебя слышу. А меня слышно? Да. А тебя сейчас слышно плохо. Аня, скажи что-нибудь. Сосисочная, колбасочная. Отлично. Извините, это мои проблемы со связью были. Давайте дальше. Я не очень поняла, почему фраза «лоте ахер ле шальмо» означает, что надо принести именно то, что обещал, а не замену, если речь про то, чтобы не опаздывать. Потому что ле шальмо в руку в руке уфал. Так это работает. Он говорит, если бы было сказано, ну, то есть, как бы, логика там примерно такая. Если бы сказано «лоте ахер ле шалем», то, возможно, имелось в виду бы «гув и хилюфар». Ну, и он говорит, «лоте ахер ле шальмо» — это притяжательное, ну, как бы, да, местоимение. Оно как бы обозначает «гув, ле шальмо» — «гув, дапка, дапка, ото», в руку хилюфар. Окей. Да? Не опасно принести его, именно его, но не того, чем ты его мог бы заменить. Окей. «Ки дараш идрашену» — «элла хатаот ве ашемот, оллот ве шлемин» вот эта вот фраза «потому что требовал от нас». Потому что он потребует, взыщет от тебя. Ага. Это обязательные жертвы, да, это то, что Бог взыскивает, то, что Бог требует от тебя. А требует он, те это были добровольные, а это-то совсем уже нет. Ага. То есть это жертвы за грех, жертвы, повинные жертвы, всесожжения и мирные жертвы. Раша замечает, что это обязательные всесожжения и мирные жертвы. Такие, как латра и я, ушланы и фигига, это те жертвы, которые принято приносить на праздник паломничества, когда ты пригоришь паломничество. А они нам зачем к разбираемым нами теме? Мы же только про Недр и Недава говорим. Какое отношение к нам, Недава? Да, он хочет из этого же стиха, он хочет все остальные жертвы тоже. Он хочет... Они хотят, чтобы... Еще раз, какая наша сверхзадача? Мы понимаем, что в стихе прямо говорится про то, что обед, который ты принес, нужно не опаздывая, ну, вовремя заплатить. Ну, что такое, вовремя, каждый понимает меру своей спорченности, это неважно. Вот. Теперь, вопрос. А все остальные жертвы, обещания и прочая всякая фигня, у них есть срок? Ответ – да. И того, какой же? А почему, собственно? Они говорят, ну, потому что из этого же самого стиха, вот мы сейчас это выложим. Вот они и учат. А, вот это вот интересно, значит, почему? Да. Это вот так вот в Масаот. Да, края Тераку, края Тераку, ваала ли мы вихреки дорожки дешено. Ухвар гашев катуху, влемала, в Микрах. Так, говорят, Рашик. Ни грешбе, леатурь, кудаку Масару, шкатуху ваен шемзе, лихая, дакалевнея шемелодиха. Ваал, как говорится, а шемелодиха, а шемелодиха, а шемелодиха. Почему, по хору, все равно, становится непонятным, но, видимо, по какой-то из такой же причин. Значит, он говорит, что? Он говорит, что почему, как мы выучиваем из второго а шемелодиха вот это все? Он говорит, ну, во-первых, потому что оно второе. Да? Это в чистом виде край Тераку, да? Лишние, лишние слова в стихе. Из лишних слов в стихе мы всегда можем выучить что-то дополнительное. Такое правило. А что мы именно выучим? А то, про что сказано, а шемелодиха. А это сказано про сдакотвы Масару, про милостыню и про десятины. Почему? Ну, здесь имеется в виду вторая десятина. Что? Я не поняла. То, что мы должны выучить что-то из того, что второй раз сказано, это понятно. Но почему мы именно это учим, что имеется в виду? Потому что в стихах, которые говорят про эти вещи, упомянуто именно это выражение. А шемелодиха. Так оно везде упомянуто. Да, да, есть такое дело. Но нам нужны какие-то нам подходят. А это вот нам подходит. Ну, если ты не можешь сказать, что это и там какой-нибудь гиброй район туда же падает, хотя там тоже это упомянуто. Ну, вообще, на самом деле, на самом деле, вот эта вот ссылка на Господа Бога, она действительно особенно чиста в тех вещах, где речь идет про шнеки социальные обязанности. Не обижай вдову, не обижай там того и сего, как бы вот этих вот всех людей. А это разве социальная обязанность приносить? Сдака, а что это по-другому? Почему? Это же с Богом отношения твои. Сдака? В смысле, милость? Сдака. Да, 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 да. Но Масрот и Хор, это же никакая не социальная... Да, тоже, но в этом нет в этом смысле и смысл, да? Когда они говорят, что твои социальные обязанности входят в общий круг ритуальных отношений с Богом. Да, то есть то, что ты дает... То есть они всегда разделяют отношения с Богом одно, а социальные обязанности другое. Там, да, заповеди 10, 5 таких, 5 сяких. Обычно как бы разделяют между этими двумя сферами. Нет, это как раз понятно, потому что если Бог создал общину Израиля... Жор, простите, у тебя не было слышно толком. Я говорю, это как раз логично, потому что если Бог создал общину Израиля, то он занят и социальными связями внутри созданной им общины. Правильно, но я думаю, что здесь появится несколько более сильное утверждение. Говорится, что вот то, что ты сказал, что заповеди разделяют, так вот на самом деле нет. На самом деле нет. Все заповеди, все заповеди, это обязанности перед Богом. И то, что ты, как бы, те, которые заповеди, то, что называется, Бенадам-лехавэро, да, кто, который, там, не знаю, что кому-то, что, вот, они не менее религиозны, чем любые другие. В этом есть смысл. Да, здесь они говорят, вот Раша объясняет, почему. Что такое лекет шеха, УПА? Ну, всякое, на поле то, что там остается. Да, на поле остается для бедных, да. Раша ссылается здесь на стих, что там остается для бедных, на стих, это они имха, чтобы жил беднян с тобой, как бы, да, вместе с тобой. Там употребляется вот эта самая имха, поэтому ми имха будет толковаться, как вот эти вот обязанности по отношению к беду. Окей. Мы успели об этом поговорить в прошлый раз, что, несмотря на то, что ты опоздал ее принести, ты все равно должен ее принести, и она все равно считается, считается кошерной, как бы, ее, она, она ничем не отличается от других прочих. И, более того, она выполняет свою, как бы, роль по отношению к тебе, как бы, она искупает твой грех, или убрадотворяет Бога. Она отдельно за тебя рассчитывается, как бы, некоторая галочка, что ты все-таки ее принес поздно. Не вовремя. Не гони. Не гони. А Мармар, что у нас здесь произошло? Мы прочитали Брайту, и теперь начинается ее разбор. Да. Кто-то сказал, не запаздывай с принесением, именно ее, а не какой-то замен. Замену чего? Что такое И? Если, речь идет в данном случае. Если речь идет про замену жертвы всесожжения или шламим, как это? Ну, мирных жертв, да. Мирные жертвы. Микраф Корви. Да. Фишка такая. С этими заменами тут некоторая проблема. Дело в том, что заменять жертвенное животное другим нельзя. Есть такой трактат с Муралом, 20 с чем-то листов, где объясняется, что нельзя. Не знаю, что... Я плохо потянул этот трактат, если честно. Но смысл в том, что если ты пытаешься заменить животное, которое ты обещал принести в жертву другим, то и оно, и предыдущее становятся этой жертвой. То есть ты не можешь как бы ее заменить в том смысле, что ли, холеть, да? Ты не можешь как бы вытащить святость из того первого животного. Ты можешь добавить святость к второму. То есть это тебя как бы наказывает в некотором смысле за твою хитро... Это самое, что тебе это, значит, приходят, понимаете, две акции вместо одной. Вот, тогда он говорит, что значит, что глупо хилюфа. А, или нет, это с одной стороны так. А с другой стороны он говорит, что такое хилюфей здесь. Хилюфейла, кегонавда, умафриша хэртахтеа, немцета решена ваниткаперба. Да? Что такое здесь хилюфей? Здесь хилюфейм имеется в виду не так. Здесь хилюфейм имеется в виду, что вот ты выделил кого-то, какое-то животное, например, во всесожжение. Ну, например, у Ратры и я, да, там как бы всесожжение. Это мне не надо совсем, секунду. Секунду. Да, значит, значит, вот ты выделил животное во всесожжение, например, в обязательное всесожжение, неважно. Оно пропало, потерялось, сбежало. Потом ты, тогда ты назначил другое животное. Теперь нашла первое. И йога ты принес в это всесожжение. Что делать с утра? Тоже принести. И кровь камень, да, она тоже приносит в жертву. И хилюфей хатат лэмита азла. А если речь идет про замену жертвы за грех? Да. Лэмита азла. Тогда получается, что ты не можешь, ты не можешь принести второе животное в жертву за тот же самый грех. Это бред. Так не бывает. Вот. Теперь, если у тебя, значит, была жертвы хата, ты выделил некоторое животное в эту жертву. Оно пропало. Ты выделил второе. Оно нашлось. Или даже не нашлось, а потом нашлось. Это даже не важно. То лишнее животное, которое осталось после жертвоприношения, должно умереть. С ним больше ничего нельзя сделать. И мы в прошлый раз, в мире, в мире их очень жалело, я помню. Я тоже. Мне самому жалко, но он такого закону ничего не сделает. Я придумал. И значит, получается, что когда речь идет про замену, то речь только про благодарственные жертвы, что там можно заменить, да? Да. Ага. Дитаны и раби хия. Тода шенит арва бетмурата умета ахатми эн хаверта эйн ла такана. Тут фишка вот чем. Тут фишка, вот тут как раз идет речь от мура. Да, о том, что ты пытаешься заменить. Ты выделил животное благодатственную жертву. А благодатственная жертва отличается от обычной медной жертвы тем, что к ней приносится 40 рыбов. То есть это 4 разных видов. Вот. Теперь ты попытался заменить его другим животным. Этот номер у тебя не прошел. Поэтому и то животное, и это должно быть принесено. Но исконное, оригинальное животное приносится с хлебами. А второе, а второе мура нет, не приносится с хлебами. Ей нельзя приносится с хлебами. Их нельзя перепутать. А вот они перепутались теперь. Они же одинаковые, а овцы, они есть, овцы на лицо. Пригадать, а это тоже. А пометить ты забыл. Вот. Теперь что делать? А Ракхио говорит, и она так она. И никак, ничего не делать. Ее нельзя приносить. Убить опять же надо. В смысле, кого убить? Вторую, которую? А всех. А я что-то не поняла. Если я забыла их пометить, как же я поняла, что та потерялась? Она не потерялась. А так она и не терялась. Это другая ситуация. Ты к этому барану, который ты приносишь в благодарственную жертву, ты его попытался поменять на другого. Теперь что происходит в этой ситуации? В этой ситуации ты должен принести обоих. Но одного в благодарственную жертву, а второго в обычную мирную. Без хлебов. Его нельзя приносить с хлебами, чтобы не путать. Ну, понятно. Поэтому теперь они стоят в одном законе. И ты теперь уже не понимаешь, какой из них какой. Ага, ладно. И что это значит, что Аньта Канад, что ты должен сделать? Кого из них, куда принести? Убить, а белье. Убить, а белье. И они нельзя принести в жертву, нельзя использовать никаким другим образом. Окей. Эйхи ле афи. А что же делать? Да? Нет, он говорит, как мы могли бы сделать? Что бы мы могли сделать? Она из них типа потерялась все же, да, получается? А, вы Метая Кадме. А, в смысле, что Метая Кадме. Одна из них умерла, но мы не знаем, какая. Да, осталась одна другая. Что мы должны делать? Принести ее вместе с хлебом? Принести одну жертву вместе с хлебом, да? Нет, она всего одна, а вторая умерла. Ага. Принести одну вместе с хлебом. Шим отмурат и вэтмурат туда, умнам крива. Это я не поняла. Дильм отмурай. Что такое дильма? А может быть, а вдруг? Дильма это может быть. От слова дилемма. Может быть, она вместо чего-то? Нет, вдруг она это была замена. Ее-то не запоминает с хлебом. Мы же не знаем, какая она. Вот осталась одна овца. Если бы их было две, то что бы мы сделали? Мы принесли их обе и одну курцию хлеба. И сказали, если это туда, то хлеб к ней. А если это туда, то хлеб к ней. Поставили бы условия, так делать можно. Значит, одна из них умерла, и мы не знаем, какая. Если мы оставшимся будем носить с хлебом, то мы можем нарушить закон, потому что, может быть, она вовсе не туда, а вовсе даже дмурат. Окей. А если принести без хлеба, то вдруг это как раз та, которую мы назначили в благодатственную жертву, и тогда нельзя ее без хлеба приносить. Да? Да. Это он попытался решить этот вариант. Но он не решил этот вопрос, он решил, потому что сейчас он там скажет, что он ее не решил. И поскольку ее не нужно приносить в жертву. Да, теперь она все, она не подлежит принесению в жертву. Что это лобат, 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 акравай. В смысле, что она вообще не подлежит принесению в жертву. Ее вообще в жертву принесению не нужно и нельзя. Что это корали меутэ и ламали. Да, да. Зачем нам нужно специально оговаривать в стихе в кран, да, что ее, что ее не нужно приносить вовремя. Ее вообще не нужно никогда приносить. Закон такой. Мы же, мы же, когда учили вот эту Брайту, да, лотэ ахэр лэ шальмо, гу вэ лохи люфав, это значило, что это самое жертву подлежит принесению вовремя, а та замена не принесит принесению вовремя. А подлежит только принесению когда-то. Ну, там дальше объясняется, что это в черпе. А здесь она вообще никакому принесению не подлежит. Тогда зачем нам это все говорилось? Значит, это неправильный ответ просто. Это не хилюфей туда. Амар раф шешет. Ле олам ле меутэй хилюфей ола ушламин. А раф шешет говорит, что вот это вот ле меутэй имеется в виду жертву всесожжения и мирные жертвы. Ну да, это имеется в виду замена замена всесожжения и мирные жертвы. И как это работает? И о чем здесь речь идет? Например, что прошли два праздника, он не принес эти жертвы. И это животное получило какой-то порог. и получается, что он опоздал, считается опоздавшим? Нет, имеется в виду здесь вот что. Что когда животное получило такое животное привет в мире? И на остальном тоже. То есть это сэр. То есть это сэр. Теперь иметь в виду вот что, что это, как его звать, вот мы выделили животное в луа, или там шламин, неважно. Прошло два рейгеля, мы его так и не принесли. На следующий рейгель мы, казалось бы, должны его принести. Но тут оно сломало ногу. Все, приносить его нельзя. Что в этом случае делается? В этом случае, вот в этом случае замена разрешена. Мы берем другое животное и как бы их меняем местами. Это становится не святым, и мы его можем съесть, например. А предыдущее, которое сломало ногу? А то становится жертвым. Ну, как бы предназначенным жертвым. Нет, а что с ним делать? С тем, который его сломал? Сида. Несмотря на то, что оно было предназначено в жертву с ним. Да, это же его хилель, да? Эта процедура для халеля, это как бы значит, что ты с него снимаешь святость, переносишь на то, что будет целое животное. Которое не сломало ногу. Для халеля это какой корень? Это что значит? Хилуль, холь. Холь, в отличие от кодыш, как бы, да? То есть ты как бы назначаешь его обычным, а то другое святость. У нас есть закон сохранения святости, да? То есть даже не сохранения, а не уменьшение. Пребывать она может, а убывать нет. Да? Поэтому, поэтому эта святость должна куда-то, как бы, деваться. Она должна бы перенестись на другое. Животное, которое способно принестись жертву, да? А то другое, ну, знаешь, что хочешь с ним делать. Окей. Веавар и лаврыгеля хад. И получается, что вот это новое животное, оно типа еще два, не прошли два праздника для него, что для него начинается новое? Об этом и решим. Об этом и решим. Думаю, что вот сейчас они объясняют дальше, продолжают дальше часть этого аргумента. Не понимаю. Ну-ка, ты мог бы подумать вот что, да? Ты мог бы прийти в голову, что? Что, коль скоро это второе животное, является заменой первой, то это получается, как будто бы счет не обдувался, как будто бы прошло, прошло три праздника, три праздника уже прошло, и ты уже опоздал. Кому очень мало, что это не так, что для хилуфин, да, для замена, ну, начитывать счет заново. Да? И, конечно, еще три праздника. Окей. Ага. Сейчас, мы будем выливать. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. У ле Раби Мейр дамар, дамар, кейван шеавар ала в регле решон, овер бе Балте ахер, ма эйха ле Меймар. Да. А Раби Мейр говорит, поскольку... Для Раби Мейра, который говорит, да, по мнению Раби Мейра, который говорит. Когда для этого нового животного пройдет один праздник... Нет, для старого животного, у Раби Мейра, другая точка зрения на том, что такое, что такое ле Ахер, да, что-то опоздать. Да, у большинства мудрецов речь идет про три праздника богат, или даже про три праздника, начиная с Песа. А Раби Мейр требует всего одного праздника. Вот один праздник прошел, и ты уже опоздал. Там нет этого промежутка, да, когда, когда происходит эта замена. Да. Так важно, что ты между уже прошедшими и еще непрошедшими праздниками поставил эту замену. А тут-то нету непрошедших и непрошедших. Почему? А если эта замена происходит, пока не наступил первый праздник? А тогда такая разница. Все равно для нее тот же правило действует. Ну да. Что здесь можно сказать, да? Ма-эй-халави. Ма-мар-раба. Аха-бэ-май-аскинан кэ-гон-ше-умам-бэ-то-харегель вэ-хин-у-ло вэ-авар-алаварегель. Ну, давай продолжай дальше вот до конца аргумента. Он такой же, абсолютно. Саха Амина оиль вэ-мехох камаккати кэ-ман-де-авар-алэ-хулэ-регель-дами камашмала. Дамы камашмала. Сказал раба. О чем здесь идет речь? Например, если он получил этот порог во время праздника? Да? Ну да. То есть ты как бы вот ты перед Песохом пообещал чего-то там, да? Или даже не пообещал. Это ла-уш-рамим, это ла-тра-ая. Ты должен принести в Песох ла-тра-ая. Ры-я. Вот. Песох наступил. Ты не принес его первый день, не принес его второй. А думаешь принести в шестой. Но в-третьей она сломала ногу. Что тебе делать? Все равно приносить надо. Значит, ты меняешь его на другого. И теперь вопрос. Должен ты его принести до кончания праздника? Или ты можешь его принести в следующий праздник? Ну, ты мог бы подумать, что... Ну, все то же самое. Поскольку он слушает замены предыдущего, поскольку он как бы является предыдущим, святность-то на нем все та же предыдущая. Да? Мы могли бы подумать, что как прошел этот праздник, то и все. Камашмана. Камашмана в смысле, что нет. Нет. Да, ему дается еще один праздник. Ве-я-беха-хет. С этим разобрались. Слава Богу, мы как бы поняли про то, как работает... Как работает Уго-Рокхил-Фа. Теперь, значит, следующая спорная позиция. Сейчас. А что значит, получается, мы разобрались, как оно работает? Что, что, что? Речь идет не про хилюфейту. Речь идет про то, что сказал Афшиша Терава, да? Про то, что... Про замену животного, получившего порог на... Ну, изъян на непорочное животное. Этому непорочному животному отсчитывается срок заново. Вот и все. Ну, что это не про хилюфейту, да? Не про жертву. Не про хилюфейту, да. Потому что это там ничего не объясняет. Потому что там вообще никто ничего никуда не приносит. Да? Если... То есть ситуация, которая рисует нам Равхия, когда мы заменили, оно умерло, оно перепуталось, умерло, и вот это вот все. Там вообще никто никуда ничего не приносит. Так, что-то у нас опять какое-то странное. Я себя вижу, слышу. кто меня еще слышит? Аня зависла. Слышу, слышу. Жор, ты меня... Ты меня слышишь? Я, да. И я слышу. А теперь Аня зависла, наоборот. Аня. Зависла. Так, ну хорошо. Давайте я немножко продолжу. Сейчас, тогда Аня отвиснет, мы ей дадим дождущину. Та-та-там. Да. Теперь следующая позиция. Ваябе хахы. Вилобу карбан хахы. Да? И будет на тебе грех, если ты опоздаешь, но не будет греха на твоей жертвы, она будет такая же, такая же кошерная, как и все другие жертвы. Вами аханавка. Разве это отсюда следует? Изменение ахырым, это следует, в следующей брайце, детальнее. Ахырым обрим, яхоли им бахор шаврашна то, бахор шаврашна то, кипсулии амгдашим, вы посреди. Та-му глупар вахателехнея шэмалуеха, масэттем хатерушкавы, царетха, бухурок, а, вот так туда эти бухурок попали. У бахурот бахархава цонеха. Макис бахор ле ма асэр ма асэр ма асэр, но не в сальмешаналях и врата. А бахораны не в сальмешаналях и врата. В райце сказано вот что. Другие мудрецы говорят, так, а может быть, кстати, интересно откуда это, а может быть, первенец, у которого, ну первенец полагается принести в жертву в течение года, после рождения. Первенца скота, я имею в виду, не человека, приносит в течение года, но и мы могли бы сказать, что если год прошел, то его вообще уже не надо приносить и не бесполезно приносить. Да, как они говорят? Как его, вот прошу, он считается, он считается как непригодные, посвященные животные, например, животные с изъяком, и будет посудить, непригодные принести. На этом Писание говорит, и будешь ты есть перед Господом Богом, десятину, имеется в виду, вторая десятина, естественно, десятину зерна твоего и вина твоего и масла твоего, а также первенцев твоего крупного и мелкого рогатого скота. Здесь, поэтому, получается, что десятина связывается с первенцем. Да, макиш. Они вместе появляются в стихе, хотя такого, казалось бы, даже им не нужно бы, они бы, они, у них законы все одноразные. Зачем они, зачем они сравниваются, зачем они приводят в одном месте? Потому что, как десятина не становится непригодной, если ты ее на следующий год оставляешь, так и по-хорошему ее можно принести в этот год, в тот год, когда ты собирал урожай. Но если она залежит, в сути, на следующий год, то в этом тоже ничего страшного особенно нет, то есть ее можно съесть. Значит, так же и первенец тоже не становится непригодным, когда у него проходит его лух. Так, хорошо, дальше. Аня, будешь дальше читать? Да, только скажите, где вы остановились? Ицтарих, третья, четвертая, только скажем. Ицтарих, салька де Таха Амина, ани мили, бахор, дело бар, арца ау, а валь кдашим, кдашим, диврей арца а, нин у, эй мало, лирадцу, камаш манан. Ага, да, здесь мы, кажется, кончили в прошлый раз. Да? Что значит ицтарих? Не знаю. Ну, догадайтесь. Примерно то же самое, что на юриде. Понадобится? Нет, нам это нужно, да, это необходимо, необходимо об этом было бы, Андрей, несмотря на то, что есть другой стих, который доказывает, что бахор, бахор, по истечению года не становится непригодным. Да? И мы могли бы подумать, что это говорит о всех других жертвах, которые по истечению срока опоздания, опоздание ему засчитывается, но они не становятся непригодными. Это все-таки, это немножко ицтарик. Нам нужно отдельно, отдельно договорить. Почему? Я не поняла. Я не поняла. наоборот, иди. Потому что ты мог бы подумать. Салтедатах Амина, да? Ты мог бы подумать и сказать следующее. Ханэ, милый бахор, то, то про бахор, и про пеканцы, он не предназначен для того, чтобы Бога ублажать. Аркса А, это слово вератсун. Ратсун, да? Это благоволение Бога. Вызвать благоволение Бога. Он просто по обязанности приносится, он не про что. Он просто потому, что ты обязан пригласить всех первенцам жертву, а ты же сам. Ни почему. Но остальные жертвы, Хангадашири, которые-то как раз именно, что предназначены для углажения, его удовлетворения, умиротворения Бога, искупления греков или там наоборот, про них мы могли бы подумать, что они теряют это свойство в момент опоздания. Камашмалан, что это не так. Нет, они не теряют никаких своих полезных свойств. Гугл-карбануф. Аллах-хэт, Валлах-карбануфэ. Да? Он грешник, но жертвы его остаются, остаются вполне невменяемые и даже приносят приносят определенные пульты. Да? Аня, я тоже не выспался. Вы охваты? Вы охваты? Вы охваты? Вы охваты? человек такой. Мимасе Шана Бен Азай ーんúa из того, что учил вот этот Бен Азай. И все же. У нас есть еще третье положение. контур, а Handyyay и нам не нужны нашу рэнамуфу regards, Да, Танья. Да, секундочку, секундочку. Это сейчас, это я не знаю, про что, сейчас мы посмотрим. Это в икра, в икра, седьмая глава, какой стих, 18. Я не знаю, про что ты не должен есть мясо жертв позже установленного срока. Если ты съешь его после установленного срока, или даже принесешь ее с намерением съесть после установленного срока, это называется пигуль. Это значит, что сама жертва не идет за счет приносящему. Это то, что здесь сказано. А наоборот, он является грешником. Они вот этот пасук, они закодировали просто словом «ОТО»? «ОТО», да. И мы должны были догадаться, что речь про этот пасук идет? Ну, мы могли бы прочесть «Раши», например. Нет, а они, когда передактировали «Талмуд», считали, что мы догадаемся? И «Раши» откуда понял, что речь про этот пасук? Потому что там, 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 там есть слова логера «Ц». Окей. Ну да, хорошо. А у «Раши», наверное, была хорошая компьютерная конкартанция. Наверняка. Да. Окей. И что нам говорит по этому поводу «Талмуд»? Ну, не «Талмуд», а «Писание». Нет. «ОТО», а «Талмудлума», что «Писание» имеет с этим в виду? «ОТО» именно, они выделяют именно слову «ОТО», именно его. Понятно. Из-за того, что написано «Лотэхэрлэшальмо»… Это наш стыд, да? Отбежательное, да. Я слышу, что… Что так же не опаздывай с тем, чтобы съесть, да, жертву? Что не опаздывай принести и не опаздывай съесть? Нет. Что тот, кто опоздал принести Него, тоже не будет… Эта жертва тоже не будет считаться ему. Ну, как бы она не засчитывается ему в благотворение Богу. Мы могли бы подумать, что вот этот Ихур, он всегда будет, всегда будет так работать. Что ты позже съел мясо, что ты позже принял жертву. Ну, это все уже будет тебе в минус-минус. И тебе в минус и жертвы уменьшись. А из того, что написано «ОТО» в этом посылке, где речь идет про «Ло ираце»… «ОТО» в «Ло ираце», именно его, именно в этом случае, не будет удовлетворение. А то, что ты принес, опоздал принести, там про это не сказано, что не будет удовлетворение. Да? Да, там нету этого правила. Именно в этом случае, когда ты ешь мясо или имеешь в виду съесть мясо позже назначенного срока, тогда же это не засчитывается. А когда ты ее просто опоздаешь принести, тогда оно засчитывается. И потому что где-то еще написано, видимо, что на тебе грех, а не на жене… Нет, не написано. Надо толковать. Они говорят «Бен Азай кроет нас кожарем». Да? Он говорит, что он выводит это из другого сочетания стихов. Он говорит «Тогда, о чем говорит в нашем стихе, ибо иди бы как это». А, это о том, что на тебе будет грех, а на жене твоей греха не будет. Сейчас разъясним. Откуда взялась жена? Я не понимаю, откуда взялась жена. Сейчас посмотрим. Вот, посмотрели дальше. Идать дальше? Ну да, конечно, да. Там она засчитывается, ты все. Салкадатанан Аминад. Вы могли бы подумать. Мы могли бы подумать, что из того, что сказал Рабель Йоханнам, а может быть, Рабель Азарт, а что он сказал? Что жена человека не умирает, если только требует от него деньги, которых у него нету. Видимо, которые он должен. Потому что сказано, если тебе нечем платить, зачем взял? Зачем забирать ложе твое из-под тебя? Что это значит? Ну, по любому смыслу, это объясняется, что не бери взаймы то, что ты не можешь вернуть, потому что тебе придется продать все до кровати. Но это кровать, это очевидный, для них очевидный, на мертвую жену. Ну, понятно, да, как это устроено? Кому непонятно, я не буду объяснять. Вот. И тогда они делают вывод, что за нерасплаченные долги умерли жены. Ничего себе. Да, не мужья, не мужья. Да, именно, что жены. А муж еще должен потом... Нормально это. ...платиться долгами, понимаешь? Вот. И мы могли бы подумать, что из этого следует, что... Что? Бальте Ахэр нами и что мы там... Из-за греха. Бальте Ахэр, в смысле... Если ты... Понимаешь, эти обеты и обещания, и все вот эти обязанности, это как долгни твоей Богу. И мы могли бы подумать, что если ты опаздываешь с их выплатой, то тоже жена помрет. Да? И из этой логики рассуждения, что если ты не платишь долгу людям, да, то, наверное, твоя жена скоро помрет. Значит, мы должны подумать, мы могли бы подумать, что если ты не платишь долгову Богу, так жена тем более помрет. Камаш, Малан, что это вовсе не так. Как раз здесь, это вот то, что на тебе грех, это выводит все твое окружение, как бы, из этого греха. Это твое личное отношение к Богу. Грубо говоря, если... Грубо говоря, раз эта жертва, она невиновна, и она будет угодна Богу, то и с женой все в порядке. Можно и такую логику тоже применить. Да, но даже и без этого. Она говорит, что твои личные отношения с Богом, как бы, это твое личное отношение с Богом. Ты взял на себя обязательство, что-то там отдать. Жена, все-таки, член твоего хозяйства в том смысле, что она несет на себя ответственность за твои обязательства социальные. Ну да, несет. Здесь все-таки как раз есть разница явная между социальными обязательствами и обязательствами по отношению к Богу. Конечно, в том-то и дело, потому что Бог милосерден. Он может простить тебе, как бы, то, что ты не сделал по отношению к нему, но он не может простить тебе и, соответственно, твоей жене, то, что ты не сделал по отношению к другому человеку. Это он должен уже как-то... Почему все-таки должна умереть жена, если не заплатил муж? Ну, мудрецы, знаешь, к женам относились немножко, так, скажем, с хозяйственным. Да, ну, много, да, много почему, да. Женщины вообще, значит, что уязвимые. Ну, там, родами они там часто... Какая у них логика, почему? Что дальше? Какая у них логика, почему? Почему жена? Ну, как вы так сказали? Ну, потому что если умрет муж, то некому будет отдать дом. Не, ну, и платить, я тоже думаю, что делаю... Окей, не, окей, тогда понимаю логику. Не то, чтобы согласна, но логику понимаю. Да, нет, я думаю, что там, где-то там говорит, ну, как бы, думается про то, что, ну, мужа уйдешь, больше всего ничего не возьмешь. Понятно, да. К тому же, ну, подручек кормить придется все общить. Да? А если помрет жена, ему будет плохо и неприятно. И он будет понимать, что это потому, что он денег не платит. Понятно. Угу. Логично. А что, ну, что, новая логика? Ага. Ой, может, кто-то еще хочет почитать? Я как-то... А тут у нас, по-моему, нет никого, кто сегодня читает. Зор. Зор. Не, 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 не. Читать я могу, а переводить нет. Нет, ну, мы когда лично будем уже встречаться, мы всех напряжем. Хорошо, тогда я даже тоже буду согласна читать. Тогда я ее пока продолжаю или что? Продолжаю пока продолжаю. Танура Банана. Моца с Фатеха. Зомец варим. А тут продолжение, давайте целиком этот посуд. Моца с Фатеха тишмор. Вааситека Ашем надавта, Ашем Алеха, надава Ашем дебата вафиха. Это, наверное, следующий стих после обсужденного в предыдущий Брайце. Да. Это следующий. Это через стих после того, как вот это западь байтахе. Зомец ват ассе. Тишмор, зомец ва лотасе. ваасита азара лебедин шияш... Ясуха. Катшей Бедек Абайт. До сюда переведем? Еще раз, следующее еще только. Бефиха Зот Здака. Бефиха Зот Здака. Да, теперь переведем. Значит, весь стих он такой, и давай я переведу. Моцас фатыфа тишмор, да? Исходящее из уст твоих соблюдай и делай, как ты обещал, как ты дал обед Господу Богу твоему. И добровольное даяние, о котором ты говорил устами своей. Ага. Митсва сфатеха. Это заповедь, как это, повелительная? Ну да. А вот интересно, почему? Митсва сфатеха киеву. Не знаю, что это значит. А, в смысле, да, я понимаю. Митсва сфатеха. Это говорит о том, что вот эта выплата в срок Недора, это и повелительная заповедь тоже. У нас есть отдельная, повелительная заповедь, платить обеды в срок. Дальше. Или запретительная не опаздывать? Ты шмор, это запретительная заповедь. Потому что слово шмор, это всегда намекно на некие запреты. Как шмор и захор, да, в субботе. Шмор, это запрет, в субботе не запрет, а захор, это то, что, те заповеди, которые связаны с субботой. Повелительная. Это предупреждение суду, что я суха. Чтобы тебя заставили. Чтобы тебя заставить. Когда ты поклялся, когда ты сказал обед, это Недер. Да, побейте. Ну, Недер. Это речь про грехи, про грехи, про всякие жертвы, которые за грехи приносят. За грехи, ну, это обязательные жертвы, да? Обязательные жертвы. Совершенно то, что Бог отца требует. Надава, это не обязательные жертвы? Нет, надава это комасимово, это то, о чем, это сама надава и есть. Да. Ашер Дибарта. Эля Кадшей Бедек Абайт. Бедек Абайт – это храмовое хозяйство. А Шер Дибарта речь про то, что приносится в жертву и то, что... Нет, не поняла. Не в жертву, а в поджертвование. Это то, что ты приносишь... Это вот ты вот храмим, там, и арахим, это вот то, что там говорится. Это все посвящения не в жертву, а в храмовое хозяйство. Это, прежде всего, то, что ты обещал рутам, да, ты как бы сказал, сказал слово, все. Значит, это кресло теперь больше твое храмовое. А БПХ – это цдака. А почему? Почему бы фиха – это цдака? Сейчас посмотрим. Бы фиха – цдакарш. Просто объясняю. Краятерагарш. Да, это лишнее слово в стихе, да, потому что... Что такое? Бывает, что ты говоришь не ротам, чем ты еще говоришь. Вот. Ну, вроде нет, да. Поэтому, явно избыточное слово, мы ее доведем, да, до всяких, как бы, всяких остальных. Явно цдака здесь понимается, и в том числе и зеки, и Чеха, и ПА тоже. По всей видимости. Да. То есть, они еще раз прослись по-другому, в следующем стихуле сказали, что... Здесь объясняется, что все эти виды жертвопожертвований также подлежат повелительной заповеди, запрету на опоздание, на их невыклату или опоздание. Окей. Амар-мар. Моцца-сфатеха зомец-сват-асе. Кто-то сказал, что вот это вот, это повелительная заповедь. Лам-ли, ми-убата-шама, ве-эветем-шама. Почему? Потому что написано... Лам-ка. Нет. Лам-ли, зачем это мне? Зачем что? Зачем это мне сказано? Вообще, зачем мне нужно оговаривать особо, что есть такая повелительная заповедь? Ведь сказано же... У-бата-шама, ве-эветем-шама, да? И придешь ты туда и принесешь. Туда. Туда это в храм. И откуда это вытекает? Из этого стиха вытекает то, что ты должен платить свои обязательства. Тишмор, это запретительная заповедь. Зачем мне про это говорить? Из-за того, что написано, не опоздай принести ее. Да, потому что двумя стихами выше. Прямо сказано, это запретительная заповедь. Прямо сказано, не опаздывай его приносить. Так, вот это я пока не понимаю, а сейчас посмотрим. Там дальше деталье. Я крив ото, меламет ше кофин ото, я холь ба аль кархо, таль муд ломар лир цоно. Да, вот это действительно, это не хитрый, да, дальше я хотел тут объяснить, как это устроено. Ну, а основное понятно, да, попробуй перевести. Есть такая Брайта, что вот это я крив ото. Ну, принести жертву. Нет, ну, там сказано так. Что так, сказано так. Вот, раш, это боли. Я криво, то я петах ой мое. Я криво, то краю терапу. Да, акти варейшей и кривы. Да, вначале это стихал. Тут написано, что он приносит это в жертву. Зачем повторяться еще раз? Он говорит, а, это про то, про что? Про то, что его заставляют. Я не поняла, из того, что написано, я криво, то мы учимся и заставляют? Да, это повторно написано в стихе, я криво, то. Да? Повторно, это значит, что это имеет в виду что-то другое. А что это значит? А это значит, что не только на нем лежит обязанность приносить жертвы, которые он обещал. Но и на суде лежит, на общине как бы лежит обязанность принудить его к этому. Да, ну вот тут тонко получается, он говорит. Ну, может быть, против его воли, но и с разным рационалом, по его желанию. И как тут вот, как тут, как это как вырулить, да? Как получается, что они с одной стороны принуждают, а с другой стороны вроде не против его воли. Это как? Что такое корхо? Я холь бааль корхо. Да, корхо, это, я не знаю, что такое корхо. Но бар корхо, это значит поневоле, вынужденно, не против его воли. Хакей цад. Кофин ото, адше, адше, я мар роцень. О, я кажется, как надо. Вынуждать, надо было работать из песней. На самом деле, есть такие идеи, что это очень часто бывает, что человеку хочется, например, быть честным, он ворует. Но он не потому ворует, что ему хочется воровать, а он не может пройти мимо. И тогда тут надо понять. Это за клиптомания. Вот, и тогда его можно заставить не воровать. Я думаю, что он нужно лечить тогда просто. Нет, ну, к примеру. Да, тут тоже получается, что вот человек, например, даже, я даже не говорю про добровольные жертвы. Я понимаю, например, по обязанности, да, вот он согрешил, должен принести жертву за дых, но, блин, ему не хочется. Ну, конечно. Он не приносит, он не приносит, он не приносит. Ему говорят, милый друг, ты, как бы, давай определимся с тобой, ты, как бы, кто у нас? Ты член общины или что? Ну, ты член общины, мы тебя будем пороть. Что значит куфинуту? Куфинута, это значит, применяют к нему меры принуждения. Да? В средние века они были очень, общины были очень забитательны в этом смысле. В колодки могли сажаться и всякое такое. А автоматически попроще. В основном пароли. То есть они как говорят, они говорят, мы тебе приказываем выполнить свои обязательства, да, ты обязан, мы тебе приказываем выполнить. Он говорит, а если он не выполняет, что? Тогда ему выписывают, так называются, как морду, полют. По приговору суда, но не по Туре, а просто за то, что он не повиновался в суду. И тут ограничений нет, у Туре есть норма, как в 39 лет я и свободен. А у Макарма тут нормы нет. Он, значит, выпишет сколько-нибудь, ну, скажем, 5 для начала, для раскрутки. Если он потом не принесет, то ему 10 выпишет. Ну, и так далее, пока он скажет, не-не-не, все, я сейчас все принесу. Доброго дня. Послушай, Шурик, послушай минуту. Алло. Да, я с тобой. Ну, это, конечно, кажется полным вообще злодейством, так вот, как бы, издалека. Но если присмотреться к этому, то это не такое злодейство. Потому что, например, у нас тут был инсталлятор очень такого тихого, ну, то есть он был не тихий, он был очень такой покорный. И он всяким ребятам тут что-то чинил из этого. Они ему не платили. И когда он перед Йом-Кипуром даже к ним обращался и говорил, ну, что же вы мне не заплатили? Они говорили, ну, мы так хотим тебе заплатить. Но я царара такой сильный, что вот не получается тебе заплатить. Нет, я в этом вообще не вижу ничего чудовищного. В рамках концепции, как бы, мудрецов, что есть, в конце концов, я дико извиняюсь перед религиозными людьми, есть концепция Бога, и он там все видит. И он, как бы, и тебе же лучше, как бы, откупиться от него малой жертвой, как бы, чем нести потом... Ну, да, вот так же вот как с этим нашим инсталлятором. Как с инсталлятором, да! Они ему говорили, вот я цархара нас замучил. А потом пришел другой инсталлятор, который сказал, если не заплачешь, я тебе там мячик возьму теннисный, где-нибудь среди труб тебе его закую, и ты тогда уже... У тебя что-то взорвется, какая-то труба совершенно жуткая. Ну, ты не долгнул, будешь. Вот, и сразу все стали ему платить. И вдруг я цархара перестал всех побеждать, в общем-то. Вот так и тут, они говорят. Вот ты, конечно, ты же хочешь, на самом деле, ты же ведь хочешь. Ты же не хочешь потом мучиться в аду всю жизнь, ну, всю смерть. Не хочешь. Значит, плати теперь. Он говорит, хочу, хочу, хочу. Ну и платит. Что ему делать? Поехали дальше. Вообще-то, сложная, конечно, очень сугия, на самом-то деле. Сложная? Ну, сложная. Ну, такая, ну, слова тогда. В каких случаях стоит вообще начинать мучить кого-то? Как бы самому в ад потом не угодить, если слишком усердно будешь мучить. Вот, теперь у нас, значит, что у нас, где мы сейчас находимся? Мы находимся в том месте, где они сказали и доказали, что все эти повелительные, запретительные заповеди, что еще, и ответственность суда вытекает из совершенно других мест. И нам это не нужно было повторять в той же еще раз. Зачем? Ответы. Один сказал? Кто-то сказал? Один стих – это про того, кто сказал, но не... Пожертвовал. Не выделил жертву, нет. В смысле, что он сказал, ну, я, в принципе, там принесу, но конкретного животного он не выделил. А другой про того, кто выделил конкретное животное и не принес? Ну, не принес он, да. Для этого нужно два стиха про ответственность. У тебя отдельное есть ответственность, что если ты обещал, ты должен выделить животное, и отдельное ответственность, что если ты выделил животное, должен его принести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сказали, что его накажут из-за того, что он не исполнил обещания? Ну да, да, потому что он своего слова вообще не выполнил, как бы забыл про то, что он сказал Сказал и вообще ничего не сделал А если он выбрал животное, но не принес в жертву, то скажем... Вот это я не поняла Где бы это животное ни было, оно как бы стоит уже в закромах Всевышнего Ну все, ты его отделил уже, все, ты с ним ничего делать не можешь, как бы оно уже не твое И мы могли бы подумать, что здесь уже строгих запретов на опоздание, или вообще на принесение даже Даже на сам факт принесения не действует Почему? Потому что... А какая тебе разница? Да? В смысле, ни тебе, ни Богу, в общем-то разница никакой Оно уже как бы богово Ты к нему никакого отношения не имеешь, ты к нему никакой пользы извлечь не можешь И мы могли бы подумать, что если он отделил животное, то это уже хорошо Как бы, что дальше уже обязанность, оно не очень строгая Если он правда хочет, чтобы Бог к нему лучше относился, пусть принесет Но заставлять его, например, может быть, уже и не надо Но во второй стихе нам говорили, что нет, да? Слышно Ага Слышно 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 А если выбрал животное и не принес? Если бы было сказано только про тот случай, когда он выбрал животное, но его не принес Что это вот плохо, да? М-м-м Не Прошло Что мы Унимает Там не важно То мы могли бы сказать, что 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 ему, типа, ну, сойдет с рук, потому что уже есть живое Нет, это не ясно этот срок, потому что он задерживает живота, который уже как-то отдан Богу, как бы, оно отданно, но оно как-то застряло на полпути. Да, но до Бога-то не дошло, в некотором смысле. Ага. Де камешаи лей габей. Что это значит? Что удерживает он его у себя. Что? Удерживает он его, задерживает он его у себя. Ну, если сказал и не выделил животное, то, скажем, само по себе, то, что он сказал, ничего не значит. Ну, это клумб, это не про что, как бы. Так уж он там пообещал, но он сказал там что-то, ну, мы можем сказать, что строго к этому относиться не будем. Ага. Церихаи. Поэтому нужно и то, и другое, и то, и другое. Умима цет амарта де амар вело и фриш. А если ты можешь сказать... Не-не-не, мима цет амарта, значит, а разве ты можешь сказать? А разве ты можешь сказать, что речь про... Что речь про тот случай, когда сказал и не выделил? Да. Ну, ведь про вот эту надава написано... Написано, а есть мишна такая. Тнал это мишна. Мишна. Татькинин. Что тот, кто говорит слова, что он должен принести жертву, то это его обязывает? Не-не-не. Что такое недор? Эйзэу недор. Что какая разница между недором и надава? Ну, вот что недор, это если ты говоришь а-ля и о-ля, нет? А-ля и о-ля, значит, я обязуюсь принести жертву сожжение. Это недор. А надава, это когда ты конкретное животное выделяешь? А-ля и зо-ля, да. Умам, да. Ты зоя анадава, а умер а-ля и зо-ля. Да, и тут уже у нас возникает проблема, потому что в случае недором и надава ты выделяешь животное автоматически, по факту объекта. Да, потому что ты указываешь на это животное, ты говоришь, вот это вот животное будет принесено принцем жертву, вот оно. Это в случае недором и надава. В случае недором и надава. Умам и надава упоминается так же надава, которая, как бы, прямо упоминается надава, которая к этому никакое отношение иметь не может, оно уже выделено, по факту надава. Да? Там нету зазора между амаром и и фрич. Когда он ума амар, он уже и фрич. Ага. И продолжение мы шли. Ума бей недор ль надава, недор мет о нигна хаяф бе ахраюта, надава мета о нигне ва, эйно хаяф бе ахраюта. А в чём разница между недор и надава? Если животное, которое ты предназначил в жертву, в связи с недором, умерло или украдено, то ответственность на хозяина, на человека... Да, он должен заменить это животное. Потому что он же говорит вообще, аре, аварь, ува, да, я должен принести всесожжение. И не важно, Богу, уже теперь не важно, какое животное ты принесешь. Это или заседнее, или какое-нибудь третье, да? Ты главный принеси, но это накладывает на тебя ахрают, как бы, да? Это накладывает на тебя ответственность. Как тогда оно может умереть или быть украдено, если оно ещё не выделено? Нет, ну ты потом выделил. Нет, ты сказал, аре, ала, 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 через два дня сказал. Я подумал, наверное, вот этот ягнёнок подойдёт. Он не стал... На следующий день, на следующий день. А? Он от этого не стал надава, этот ягнёнок, который... Нет, он, конечно, не стал надава, он продолжает быть недером. Теперь, если он умрёт, то ты обязан выделить другого. А если умрёт надава, да, который ты изначально выделял вот это животное, то никаких других животных ответственности нет. А напомни ещё раз, пожалуйста, вот эти животные, которые недер... Ну, то есть в случае с недером и с надовой, они приносятся за одни и те же самые... Это одни... Ну, то есть... Нет, они добровольно приносятся, это как бы это не... У меня это не вдова добровольно. Что? Я просто не понимаю, почему в том случае, когда ты сначала сказал недер, а потом через пару дней выделил конкретного ягнёнка, почему это не... ну, чем это от надава отличается? Тем, что ты... тем, что ты... тем, что ты... тем, что ты... возложил обязанность на себя, а не на животное. Сказала, дорогие Алла и Алла, да, на мне лежит обязанность принести жертву. И это... и это наделяет тебе ответственность в любом случае её принести. Даже если животное, которое ты выделил, умерло. Но в случае надава ты изначально говоришь, вот эту прекрасную свинью, эту прекрасную овцу, я обещаю, что нести. И тогда эта прекрасная овца несёт на себе эту святность, а больше никакая не несёт. Ты сам не несёшь ответственность за нее. Окей. Амар Раба, Нишахахтала, кегон дамар арей аллай олла, алменат ше Эйни хаяв беахраюта. О, да. Сказал Раба. Да. Если забыл ты принести... Что? Если забыл принести... Нет, Нишахахтала, это значит, это по-арамейски, корень шахах, это мацаны, в рите. Это... Нет, можно найти такой случай, говорит он, когда всё же это ляжет. И когда? Например, когда сказано, ведь на мне жертва всесожжения, чтобы не было на мне ответственности, но с тем условием, что я не несу за нее ответственность. И тогда это получается, как бы нэдер, а как бы нэдовар. Да, потому что она... А логически обладает как бы статусом нэдов. Ты можешь так сделать? Это допустимо. Ты говоришь, я обещаю принести всесожжение, я ещё не решил, какое именно животное я принесу, но вот я послезавтра решу, а после этого не буду нести за нее ответственность. И вот тогда получается действительно, вроде как ты сказала в своём вопросе, что тогда это животное вроде бы как станет нэдовар. Постфатум как бы. И тогда понятно, зачем нам упоминание нэдовар в нашем стихе. Вот за этим. Бепиха зоцдака, амар раба, уцдака михайяв аля ле альтар. Вот это Бепиха, это значит цдака, и сказал раба. Цдака михайяв аля ле альтар. Что это значит? Альтар, тут же, в один же момент. Тут же в этот же момент ты становишься, на тебя ответственность ложится, и если ты опоздаешь с принесением. Ну, грубо говоря, у тебя нету, ты не можешь сказать, что надава, что зоцдака подчиняется тем же законам, что и жертвы. Богу все равно, он как бы, он подождет. Да? Тут скорее, это воспитает меня некоторая мера, чтобы ты не забивал, а не говорила, а, ну я потом, потом принесу. Это потом может немножко длиться, год продлится, а дальше уже кончится. Но с зоцдакой это устроено не так. Почему? Май-тайма. Май-тайма. Де-а-кай-мэй-а-ни-им. Почему так? Из-за бедных? Бедные, вот они. Вот они, вот они бедные-то. Они же никуда, они сдать не будут, они помрут с голоду, если ты им не отдашь. Поэтому, когда ты обещаешь зоцдаку, она не должна быть устроена так же, как жертва. Это, кстати, мире должно понравиться. Это как раз очень такая гуманная тема. Зоцдака должна быть устроена по-другому. Как только ты обещал ее дать, все, в этот же самый момент, быстро, быстро ищи этого бедного, чтобы ему дать. потому что он-то ждать не будет. Он помрет. Ну, тут нам говорят, что это пшито. это пшито. Это пшито. Да, нет, что ты можешь сказать, почему ты мог подумать, что это не так? Он говорит, пиши это, да, действительно, это совершенно очевидно, просто по логике вещей, да, вот они бедные, вот ты обещал, почему ты не даешь, что тебе мешает? Потому что там же, где написано про жертву, написано и про дзадаку, чтобы не забывали про нее? Нет, а да, а да, а да, слушай, на линзе Корбано, и мы могли бы подумать, что она вообще с тем же правилом. Ну да, что тоже можно передать. Три праздника пройдет, тогда пусть спрашивают. Но это не так. Да. Потому что там, в случае с Корбано, в случае с жертвами, Талин, Гурахман и Барагалин, их всемилостивый Бог связал как бы с праздниками. Это логично, жертвы часто приносятся по празднику. А Вальхану, в нашем случае, в случае с Дакой, лох, нет. Да, аж кихани, потому что бедных много, они как бы есть. Вот. В том смысле, что, в том смысле, что, это, кстати, очень интересный здесь поворот, что логика стиха нарушается логикой жизни. Это редко сравнение в Талмуде бывает, но нечасто. Как бы, здесь не говорят. И, более того, нарушается на уровне Пшита. Совершенно очевидно, да, что Дака не должна подчиняться логике стиха. Совершенно очевидно. Потому что ты всегда можешь найти кому-то лишние деньги. Понятно, да? То есть, как бы, это не в том, что в другом стихе написано другое, а потому что так-то жизнь устроит. Это, в некотором случае, для Талмудичства рассуждения, это потрясающий, наверное, прорыв, очень интересный. Ну что, у нас есть еще немножко времени, или, ну, ладно? Давайте еще, еще, еще. Давайте, мы можем субью сейчас есть. Бубик сдох. А? Бубик сдох. А, ну, я читаю. Хорошо, я сейчас прочту. Амарава. Киванши амарававрегидахэ. Акад. Увербе асы. Да, очень интересно. Он говорит, что запрет, ты приступаешь через три праздника. Ну, мы исследуем сейчас мейнстримному мнению, что три праздника нужно. Но как только пройдет хотя бы один, ты уже не выполнил повеление. Да, запрет еще не нарушил, байддахэ. Но повеление уже не выполнил. Мейтивы, на это возражаю с привидением брайды. Это, видимо, в Эдуйот, да, учится. Да, Мишна Эдуйот. Есть такая Мишна, это таркат Мишни, где приводятся разнообразные свидетельства мудрецов, в основном тех, которые застали времена храма, о тех старых временах. Что вот так там восстановили, и так действительно такова Аллахан. Так вот свидетельствуют Раби Ашува и Раби Папьес о детеныше мирной жертвы, что оно должно принестись тоже в мирную жертву. Да, вот есть у нас скотинка, которую мы выбрали в мирную жертву, она родила грешным делом. И что делать с этим детенышем? Как это встроить простоквашину, да? Значит, все, что оно там приносит, молоко там, или телят, это все наше. Так вот нет, не наше. Значит, мы этот детеныш тоже должны принести в жертву. Так, интересно, а это они просто его переквалифицировали в Бесах, что ли? Сейчас, секундочку, тогда поймем. Нет, так и не поймем. Да, значит, он говорит, Раб Папин свидетельствует. Я свидетельствую, что у нас была корова, посвященная мирную жертву, и мы ее съели в Песах, а ее детеныша в субход. Тоже, видишь, ломен. А, ну и тут получается, что больше одного праздника прошло. Да. Вот это вот интересно сейчас. А, и это, собственно, и есть мотивы, да? Это и есть возражение. Потому что получается, что этот самый Раб Папин свидетельствует, свидетельствует, что он, а он хороший, хороший мужик, он как бы, он свидетельствует, это значит, что это так надо, что саму, саму корову мы принесли к жертву в Песах, а следующий ребенок, ну, в смысле этого? Теленка. Теленка, да? Теленка. Принесли в жертву в субход. А почему его вообще надо приносить в жертву? Вот это я не понимаю. Он же уже самостоятельный совсем. Почему теленка надо приносить? Ведь если человек не знал, что она беременна, он как бы считал, что он приносит одну животную? Ну, все, святость распространилась на ее зародыши. Раша, кстати, замечает, что она, возможно, забеременела уже после того, как он ее посвятил. Это все равно, это не важно. Совершенно не важно? Или все-таки это немножко важно? Не, вроде бы не важно совершенно. Вроде бы не важно совершенно, знал он или не знал, или она забеременела после. Это в любом случае святость... А если он знал и считал, что он ее принесет, а его не принесет, и в уме уже... Может быть, он может поставить такое условие, но тогда он должен это специально говорить, и я не знаю, может ли он это сделать. Это надо отдельно учить, я не знаю. Но, в принципе, обычно, как мы видели, вот в предыдущей субъектах мы видели, условия обычно принимаются. Да, он говорит, на мне ответ, но выполнять ее я буду как будто бы это надавал. Да? То есть иногда какие-то вещи проходят, я не знаю, правильно ли здесь. Но, в принципе, я ему ничего не сказал, да? Он сказал, вот эту корову мы принесем. И тогда принесет шламим, значит, тогда все, и коровы, и телят, и скупы, и рожалов, и телят, они все приносятся в шламим. Но шламим, это, кстати, не так убыточным, потому что он уже съедает. А, ну, если шламим, тогда действительно, тогда и, ну, все-таки жалко такого еще небольшого теленка, вот бы он подрос. Так вот, тогда и вот такого, среди от крошечного. Не, вот крошечного они в том-то и делают, крошечного они как раз и не идут. Это, они говорят, пришла на пепесах Луи Горогула. Эймур Дамику сознанала. Да? Понятно, почему они его не принесли в сам пепесах, тогда же, когда и саму корову. Потому что, возможно, он еще был не недорослен. До месячного возраста животных не принялось от жертву. Только, начиная с месяца, можно. Может, он просто был, ему было больше месяца, но он еще был маленький, его хотели съесть, когда он уже подрастет, чтобы было уже... Ну, может и так, но так и иначе. Они говорят, Мехусадзман, ну, Мехусадзман, в данном случае, значит, ему меньше месяца. Может быть, поэтому его не принесли. Эла, Влада, Бацерет, Эхимашгилей, Ваабрали, Бацерет. Но, подошел к тебе праздник Шавуот, через 50 дней, он уже точно годится в жертву. Как же так, и получилось, что он его не принес праздник Шавуот, и тем самым приступил вот этот вот Асэ, как мы говорили, по словам Брава. Это сильное возражение на Рау, почему он не принес его в Ацер? Амара, взвид Мишмейдерава. Кигун, Шаря Хулия, Бацерет. Ну, проболел он, да, не пришел. в Шавуот, он болел. Поэтому он не мог принести жертву. Рава Шамар. А кто болел? Теленок болел или человек? Человек, что там теленок-то? А, нет, теленок, вроде они говорят, теленок болел. То есть, у него был, видимо, мум-у-вер, да, какая-нибудь хаэй, которая потом вылечивается. В этот праздник его невозможно принести, а в следующий он уже вылечился. Насморк у него был. Насморк вроде не избавляет. Ну, царапина. У него что-то поломалось, а потом зажило. Ну, например, царапина какая-то была там в неположенном месте. Но есть специальные специалисты, которые смотрят на эти мумины и говорят мум-каво или мум-ов-эл, проходящие или непроходящие изгелы. И специальная раввинская специальность. Гатарап-муми называется. Раваши говорит, Раваши говорит, что несмотря на то, что вообще в Талмуде обычно хаэг называется хаэга-сукок, но здесь слово мхак в этой празднике называется фа-гашу в этой мишне даже. В И, да, в смысле, а оттидруги, тот другой, который говорит со слов Рауба, почему не сказал, не выдумывал этого аргумента. Он говорит, нет, всегда, где в Мишне, слово «песах» называется словом «песах», «швот» называется словом «ацер», а «сукот» называется словом «хад». Поэтому мы не можем так сказать, мы не можем предположить, что словом «хад» здесь называется «швот». А может быть, в разные столетия по-разному было, или это всегда было? Я вообще не припомню, чтобы «швот» назывался словом «хад». «Хад» просто, без дополнения. Я понимаю, но я думаю, не может ли быть, что, например, во времена «танаем так», а во времена «мраем сяк». Теоретически может, теоретически может. Или, например, «бавлитак» и «рушалмит сяк». Теоретически может, и может быть, об этом действительно говорит Раваши. Но Рава указывает ему на то, что в Мишне и в Мрайтах всегда, когда говорят «песок», говорят «швот» называется «ацерет», а вовсе не «хад». Так, давайте еще чуть-чуть, раз уж время нас есть, а я читаю быстро. Когда прошли уже три праздника, да? А он еще не принес эти там, ну, обеты или там чего-то, тошку принесли. Каждый день он по-новой нарушает этот запрет. «Ми циви». Наверное, тоже возражают. Приведя Браинтруб. Истусевте арахим. Истусевте арахим. Истусевте арахим. Да, прошел год, но не истекли вот эти три праздника. Ну, наверное, по мнению Рабишимана, потому что, разумею, именно в мнении Рабишимана может пройти год, в смысле, три праздника могут пройти больше, чем за год. Да, потому что отсчет начинается с Песаха. Да, интересно, кто-нибудь это говорит? А, «Лекамэмэфар», дальше там будет говорить. Да, если прошло праздники, в смысле, если прошел год, но не прошло три праздника, или если прошло три праздника, когда прошел год, все, он уже считается опоздавшим. А он говорит, спокойно, он говорит, «А, мой дюймэфар». И в чем здесь возражение? Да, тут не высаживает, нет. Он рекламендирует, когда он начинает, начинает приступать по альтернату, не рекламентирует, что каждый день он заново ее приступает, или не приступает. Тут ничего не сказано об этом. Амаракавана. Мамбика мутиев, шапирка мутиев. Амаракавана говорит, «Нет, тот, кто возражает, он возражает правильно». Нигдей танни лавэй камебадар. Чего это значит все? Сейчас, надо разобраться, секундочку. Амаракавана говорит, «А лавэй камебадар, вот так, а я все перепутал». Амаракавана говорит, «А лавэй камебадар, это тот, кто учил эту прайту, как бы повторяет, повторяет о запретах, о том, что эти запреты как бы наполняются. Получается, в смысле, что он говорит как бы, что запрет как бы падает один раз, либо когда пройдет год без, ну не праздники, либо когда праздники, но не год, вот тогда он падает. А больше он как бы не падает. Это так видит Равкаана это сделать. «Ли, не бы холь ём вы ём в эту бальта хэ», да? А почему он тогда действительно… А, понятно. И если бы Рава был прав, то он непременно добавил бы, что… и в каждой зоне он заново приступает к бальта хэ. Потому что именно об этом он как бы говорит, он говорит, как работает этот запрет бальта хэ, помимо того, о чем мы говорили как бы. Мы говорили, что там нужны три праздника, он говорит, нет, тут как бы можно и год без праздников, можно и праздники без года. И Равкаана, ну если так, что он должен был бы, если бы он… он говорит именно о том, как применим этот запрет бальта хэ к каждому конкретному разу. И если бы он был применим к каждому конкретному дню, он бы так и сказал. В этом состоит душьяна Рава. В Иидах. В Канале липы была в каменьхадах. Была бы я теряю в каменьхадах. А с другой стороны, да, от чего он будет отбиваться, да, как право возразить на этот мужчина. Он говорит, нет… Автор про это только об установлении за преступание запрета говорит. Он не говорит о дополнении, о лишних запретах. Вот и все. На мой взгляд, объяснения Рава Каваны очень натянутые, очень притянутые за уши. А последняя отмазка, конечно, куда более вменяемая. Ну все, на самом деле, на этом, я думаю. Мы попробуем изыскать способ все-таки встречаться лично на будущем деле или когда сумеем. Когда технические трудности будут каким-то образом устранены. Все. Спасибо. Спасибо. Пока. Спасибо. Еще хотела сказать, что сейчас есть моя выставка в ШАЦ, на улице ШАЦ-4. В Бали. В Бали. В Бали. Да, в Ярусалимском. Я вчера на открытии не успела, но, думаю, сегодня попытаться успеть поразить. Уже отзывается шанс. Это прямо около дома художника. Это от Кинг Джорджа идти не в сторону, ну, как бы… Да, я понимаю. А в противоположную сторону. Прямо вот после скверика с конем – это направо, если идешь от Яфа, а не налево. Такая крошечная улица. Крошечная. Крошечная. Старого здания Бацалеля идет к Кинг Джорджу. Правильно, ага. А, я понял. Я понял, ага. И там еще, на этой улице, вы уже знаете, там очень хороший букинист. Ой, потрясающе. Я там таких книг купила. Я просто была вообще потрясена. Спасибо. Мне уже хотят чего-то еще. Спасибо. Спасибо.